24 ноября все страны Арктического пояса отмечают День моржа. Праздник прежде всего экологический. Изменение климата, сокращение площади Льзиново-Покрова и вторжение людей на территорию обитания моржей – все это ведет к массовой гибели ластоногих и заставляет защитников природы бить тревогу. Тем более, что атлантический подвид уже сейчас внесен в Красную книгу России и Неницкого округа. Именно поэтому День моржа отмечают и в нашем регионе. Накануне в Неницком краеведческом музее при поддержке Совета по морским млекопитающим Всемирного фонда дикой природы России открылась выставка «Его зовут Тифтей» или «Рассказ о моржах», посвященная жизни уникальных редких и охраняемых животных Арктики. А в туристическом центре прошел увлекательный семейный конкурс «Мой ребенок-моржонок». Несмотря на небольшой предметный ряд экспозиций, она уникальна только потому, что готовилась очень долго. На выставке представлены фотографии ведущих экспертов Совета по морским млекопитающим. Большая часть фотографий посвящена атлантическому виду моржа, обитающему на территории НАО. Ученые делали эти снимки на протяжении последних семи лет. В рамках выставки также состоялась презентация фильма «Близкий подход». Кинолента рассказывает об удивительном виде ластоногих и его изучении на территории лежбища на острове Вайгач. В Неницком округе моржи обитают также на островах Матвеев и Долги. По оценкам экспертов, их популяция насчитывает более 4 тысяч животных. Популяция, которая у нас находится, она самая малочисленная и самая уязвимая. И до недавнего времени мы практически вообще ничего не знали, что происходит с моржами в юго-зосточной части Баренцевого моря. Основная деятельность Фонда дикой природы и Совета по морским млекопитающим на территории округа направлена на изучение ластоногих и на устранение угроз исчезновения атлантического подвида моржа. Атлантический морж – это самый уязвимый к нефтегазовой экспансии вид, по оценкам наших ученых. И мы считаем, что несправедливо, что к нему приковано не столь пристальное внимание. Именно поэтому несколько лет назад родилась эта идея – организовать этот фестиваль, сделать его именно в Наринмаре. Организаторы мероприятия хотят привлечь жителей округа к охране популяции ластоногих и сформировать у населения округа образ моржа как экологического символа региона. Такие же цели, по словам представителей фонда дикой природы, преследует и семейный конкурс «Мой ребенок-моржонок». Необычный конкурс прошел накануне в туристическом культурном центре. Для участия в нем необходимо было сформировать команду из трех человек. В ее состав должен был войти родитель и ребенок. Третьим человеком мог стать близкий родственник или друг семьи. В итоге на старт вышли пять команд – ястребы, моржаты, богомолы, моржи-мажоры и северята. Домашним заданием для всех команд стало изготовление детского костюма моржонка. К задаче участники подошли ответственно, показав не только внешность моржа, но и, например, то, как он плавает. Ну, примерно где-то так, да. Как известно, морж – животное, которое не боится низких температур. Поэтому и участников конкурса решили испытать холодом. На моржиную тропу со всеми ее препятствиями команды двинулись с веселым азартом. Участники, взрослые и дети с достоинством выполнили все конкурсные задания. Прыгали, ползали по пластунски и съезжали с горки на плюшках. Давай, давай! Моржоры! Моржоры! Давай, давай! Давай, давай! Давай, давай! Тише, давай! Оттолкнись! Давай, Дарина! Поехали! Давай, 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 давай! Пока участники моржиных соревнований выполняли команды и указания, недоремлющее судейское око выставляло заветные баллы. Очень у меня позитивные впечатления. Я полон, я думаю, что получили заряд до следующего дня моржа, который мы хотим и думаем, что мы еще проведем веселее, еще с большими призами и с большим количеством участников. А как судить будете? Судить? Ну, судить очень сложно. Будем судить по сердцу. Несмотря на все сложности и тяготы моржиной жизни, к концу соревнований участники сохранили бодрость духа и отменное чувство юмора. У нас был костюм, мы просто сейчас переоделись для спортивного мероприятия, аэродинамика, чтобы у нас была очень хорошая, поэтому мы победили. Долго придумали костюм? Очень долго, мы готовились несколько лет. Впечатления отличные, все здорово, даже погода холодная не помешала. Замечательно. А костюм у вас был? Костюма у нас не было, мы пришли вообще поболеть. Но так получилось, что стали участниками. Ничем не жалеем. И вот наступил долгожданный момент. Жюри после долгих совещаний мучительного подсчета баллов огласили имена победителей. Долго мы совещались, жюри чуть не подралась, но тем не менее победитель должен быть один. И мы рады объявить, что это команда «Ястребы». Команда «Ястребы» получила сертификат на увлекательно-познавательный тур в заповедник Ненецкий на три дня в летний сезон 2015 года. Рады, что выиграли тур? Да. А как вы думаете, что там будете делать целых три дня все-таки? Смотреть на моржей. Гулять. Ходить. Искать новое. Но не только победители уехали из туристического центра с подарками. Все участники конкурса получили памятные призы. А главное – огромное желание вернуться сюда в следующем году, чтобы поучаствовать во втором семейном конкурсе «Мой ребенок-моржонок». Ирина Цепетова, Леонид Шишелов, Телеканал Север.